В процессе диагностики двигателя встречаются неисправности, которые не могут быть выявлены при помощи сканера. В таких случаях можно воспользоваться мотор-тестером. Проведем диагностику двигателя при помощи USB-автоскопа из крипта CSS Андрея Шульгина. Подключение прибора очень простое. Подсоединяем USB-автоскоп к USB-порту компьютера, используя USB-шнур. Подключаем к USB-автоскопу высоковольтный адаптер при помощи соответствующего шнура. Поддаем на адаптер питание от аккумуляторной батареи диагностируемого автомобиля, при этом соблюдаем правильную полярность. Красный крокодил подключаем на плюс, черный на минус. Черный ямкостной датчик используется для синхронизации с искрой первого цилиндра. Подключаем датчик к адаптеру и устанавливаем на высоковольтный провод первого цилиндра. Астеллографический щуп необходим для снятия сигнала датчика коленчатого вала. Подсоединяем разъем щупа ко входу номер 5 USB-автоскопа. Черный крокодил щупа подключаем к массе автомобиля, например, блоку двигателя. Сигнальный провод щупа удобно подключить к сигнальному проводу датчика положения коленчатого вала при помощи иглы в разъеме датчика. Открываем программу USB осциллограф и включаем режим CSS. Запускаем двигатель и оставляем его работать на холостом ходу. В окне программы включаем запись данных и через пару секунд плавно поднимаем обороты двигателя до 3000. Закрываем дроссельную заслонку. Ждем колостого хода, после чего резко полностью открываем дроссель. По достижению 3000 оборотов двигателя выключаем зажигание, при этом дроссельная заслонка должна оставаться открытой до полной остановки двигателя. Выключаем запись осциллограмм. Проведем анализ записанных осциллограмм. Для этого в окне программы USB осциллограф выбираем пункт «Выполнить скрипт». В результате получаем несколько вкладок отчета. Вкладка «Репорт» – текстовая, здесь отображается формула задающего зубчатого венца 60-2 и количество зубьев от пропуска до ОМТ 15. Вкладка «Эффективность» отображает эффективность работы каждого из цилиндров на различных этапах измерения. Вкладка «Опережение» показывает относительно опережения зажигания в зависимости от оборотов и нагрузки. Вкладка «Зубчатый диск» отображает параметры зубчатого колеса и датчика коленчатого вала. Вернемся ко вкладке «Эффективность». Здесь видно, что компрессия во всех цилиндрах одинаковая. Система зажигания работает исправно. С топливоподачей проблем также нет. Рассмотрим отдельно работу каждого из цилиндров. Для этого можно левой кнопкой мыши щелкнуть по номеру нужного цилиндра. Видно, что все цилиндры двигателя на всех этапах измерения работали одинаково. Проведем такой же тест еще на одном автомобиле. Подключение датчиков и методика измерений аналогичны. Запускаем двигатель. После стабилизации холостого хода включаем запись сигналов. Плавно поднимаем обороты двигателя до 3000. Закрываем дроссель. Обороты снижаются до холостых. Полностью открываем дроссель и по достижении 3000 оборотов, не отпуская педали газа, выключаем зажигание. Выключаем запись сигналов. Для анализа записанных сигналов выбираем пункт «Выполнить скрипт». По отчету во вкладке «Репорт» видно, что здесь формула задающего зубчатого венца 36 минус 1, а количество зубьев от пропуска до ВМТ 9. Во вкладке «Эффективность» заметны отклонения красного и желтого графиков, отражающих эффективность работы первого и третьего цилиндров. Система опережения зажигания работает правильно. Параметры задающего зубчатого венца и датчика коленчатого вала в норме. Рассмотрим подробнее графики во вкладке «Эффективность». По графику эффективности первого цилиндра видны пропуски воспламенения во время резкой перевозовки, что указывает на проблему с искрой в первом цилиндре. Отклонение в конце графика эффективности третьего цилиндра указывает на проблему с компрессией, что стало причиной снижения мощности, отдаваемой этим цилиндром. График эффективности четвертого цилиндра не содержит признаков неисправностей, так же как и график эффективности второго цилиндра. Пропуски воспламения в первом цилиндре под нагрузкой возникали из-за прошитой по изолятору свечи зажигания и ее высоковольтного колпака. Причина снижения компрессии в третьем цилиндре был прогревший клапан. Причина снижения побуждения. Продолжение следует...